Славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 13 июня 2017 года, вторник, по одному из старинных, 23 день, месяца ветров 7525 лета, седьмится. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Образовательный проект Сфера». И автор-сказитель, кто сегодня нам раскроет эту, на мой взгляд, интересную тему, познавательную, Сергей Будков. Здравия тебе, Сергей! Здравствуйте, дорогие друзья! Для начала расскажи, чем ты занимаешься, почему к этой теме мы пришли и что в этой теме ты хочешь нам осветить. И вот так вот потихонечку уже перейдем к самой теме, к освещению ее. Да, с удовольствием я вам расскажу про проект и почему я им занимаюсь. Я в заставочке услышал фразу у Гагарина, по-моему, поехали, да? Так точно, он родной. Вот у нас такая же задача совершить такой же рыбок, такой же скачок в системе образования для того, чтобы сформировать настоящих лидеров, настоящих патриотов и концептуально властных управленцев для своей страны. Поэтому сегодня мы с вами коснемся темы, прежде всего, самообразования. Потому что, к сожалению, никакая структура на сегодняшний день не в состоянии, скажем так, повлиять на процессы развития самообразования в нашей стране. Поэтому ждать, что образование изменится и оно начнет формировать людей без трех пороков, которые мы сегодня чуть позже разберем, это клиповость, калейдоскоп и отсутствие информации про управление. Ждать этого не приходится, да и глупо. Собственно говоря, система образования – это определенная закономерность в управлении глобальных элит через психики населения. Вот можем потихонечку начать объяснять, почему все-таки система образования. Учителя-профессионалы формируют мировоззрение и интеллект, нравственность и психику в целом неадекватную жизни в подрастающих поколениях, которые, вступая во взрослую жизнь, ничего не подозревая об управлении, воспринимают жизнь как калейдоскоп, где все в руках слепой фортуны и последствия такого восприятия и поведения в жизни общество вкушает, собственно говоря, каждый день. Вот если в истории рассмотреть такие вещи, как в 1957 году наша страна, Советский Союз, запустила в космос первый в мире искусственный спутник Земли, а американский конгресс в срочном порядке, на закрытом заседании обсуждал это событие. Почему это сделали русские, а не мы? И эта специальная комиссия пришла к выводу, что именно существующая в СССР система образования позволила советской науке и обществу одержать победы в космической гонке между СССР и США, так и во всех остальных направлениях. В результате этого закрытого совещания было принято решение о кардинальном изменении формата «Американская система образования по образу и подобию нашего образования и о многократном увеличении ее финансирования». Одновременно были предложены ряд технологий сдерживания дальнейшего развития советского образования и науки. То есть, грубо говоря, был разработан план внедрения технологии разрушения в нашу систему образования. И с тех пор прошло более полувека, и сегодня мы уже наблюдаем реализацию этого задания на всем постсоветском пространстве. Советский Союз разрушен, общество унижено вредными привычками, наркотиками, наша история переписана, подменены нравственные ценности и так далее. Но в то же время... Обрыв связи. Процессы, которые происходят в истории, есть люди, которые считались и считаются очень адекватными управленцами. Допустим, Чарльз Сноу, англичанин-писатель, который, цитируя слова Сталина, говорил, что в России в десятилетие предстояло сделать примерно то же, на что у Англии ушло 200 лет. И, наверное, помните эту знаменитую фразу? Сталин сказал, задержать темпы, это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим. Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Ну и сегодня определенно четко можно сказать то же самое касательно и системы образования, и состояния нашей страны, которая только-только начала выходить из режима оккупации. И это очень трудно и болезненно. Но все равно качество управления у команды президента высокое. Потихонечку мы к этим целям идем. Также система продолжает до сих пор воспитывать винтиков в системе управления. Так она дальше будет это и делать. Собственно говоря, ничего не изменится. И система образования работает на нужды элит, учитывая тенденции, которые обозначены в векторах их целей. Сегодня в обществе очень часто упоминается такой термин, как управление. Управление экономикой, управление бизнесом, управление различными процессами. И необходимо раскрыть этот термин в управлении подготовки психики раба, ну либо робота. Современная система образования, что это такое вообще? Как это увидеть через призму современных событий, через призму жизни? Может быть, это не только детский садик, школа и различные вузы. Возможно, для достижения результата в формировании психики человека требуется гораздо больше времени. Ну и в конце концов я пришел к главному вопросу. Что такое система образования? И я нашел много интересного. И как управленцу надо придумать такой продукт, такую систему образования, чтобы вся система работала и приносила прибыль в любом для нас нужном виде. Другими словами, вы создаете человека под свои правила. И как вам сделать этого человека, который будет жить по семи пунктам? То есть вот элиты, они, формируя систему образования, формировали отношения человека к жизни. То есть он должен был жить по их правилам. Он должен был быть ими управляем в случае изменения этих правил, он тоже должен был их понимать. Он должен был обходиться минимальными какими-то процессами в жизни. Он не должен хотеть быть свободным. У него не должно быть методологии познания, а это фундаментальное для человека. И животное в человеческом обличье. Это тип строя психики этого человека. И он не в состоянии повлиять на свою жизнь, потому что его там нет. То есть он живет чужими жизнями. Там, не знаю, Брэд Питт, Николас Кейдж, Мадонна, крутые красивые друзья, но его самого нет. Вот на эти все процессы в жизни влияет именно система образования, качество мысли, слова и прочее. А что определяет выбор этого человека? Из нескольких вариантов. Что бы он предпочел? Мыть посуду или посмотреть телевизор? Стакан пива или стакан воды? Почитать любовный роман или учебник по квантовой механике? То есть ему всегда ставят выбор, на который он не задает вопрос «почему?». И вы должны получить ответ, и в нем должна быть причина. Причина должна являться программой. Выбрал посуду, потому что он любит телевизор. Выбрал телевизор, потому что идет сериал, допустим, Санта-Барбара. Выбрал яблоко, потому что яблоко полезно. Но он не должен очень часто задумываться на тему, почему у любого выбора всегда есть логичное объяснение. И что любой выбор – это концепция достижения задач управленческого характера. Никто не опаздывает без причин. Никто не обижает людей без причин. Никто не кует и не пьет без причин. Никто не проваливает важную работу без веской причины. А вот, допустим, Сталин говорил, что у каждой проблемы есть имя и фамилия. Помните такую фразу, да? На выходе вы получаете закономерное для вас мышление. И, как правило, такой человек с формированной системой образования, он всегда будет думать примерно так. Я никогда не виноват. Я всегда буду оправдываться, чтобы не случилось. Даже если я действительно не виноват, у меня всегда будут виноваты все вокруг, но не я. Родственники, родители, страна, социум. Если что-то не так, мы должны услышать. Как несправедлив наш мир? Ну, просто не повезло. Либо не сложилось. Ни те гены, ни то окружение. Ни в том времени родился. Никто не виноват. Просто судьба такая. Там куча, на самом деле, объяснений. Рог какой-то, полоса белая, полоса черная, устал от жизни, все плохо. Но он никогда не должен понять, что это программы, что он на это запрограммирован, на рабство. Он спит с открытыми и с закрытыми глазами. То есть он всегда находится в состоянии некого аффекта, управляемый на бессознательных уровнях психики, внедренных в него в процессе обучения в школе, институте, ну и так далее. И культура на него также очень сильно влияет. Программы, заложенные воспитанием, генетикой, социумом, мировой литературой, всемирным телевидением, в общем, окружающей его средой. Но ум русского человека – это очень пытливый ум. Но кто же тогда программировал этих программистов? Их тоже воспитывали, обучали управлять, окунали в среду, кормили газетами, журналами. Как правило, они не понимают того, что делают. Или если понимают, то для выполнения своей маленькой роли в большом спектакле под названием «Современная система образования человека-идиота». Человек-идиот – слово не обидное, потому что переводится оно как «человек, живущий таким образом, как будто окружающего его мира не существует». Поэтому обидного в этом ничего нет. У нас, собственно говоря, система образования воспитывает таких людей. А кто же программировал тех, кто программировал программистов и так далее? И к чему мы или к кому мы доходим? Доходим мы к каким-то людям, которые занимаются этим на профессиональном уровне. Продолжаем дальше. Почему же так несправедлив мир? Почему страдает столько животных, в первую очередь, от человека непосредственно? Почему люди в большинстве своем несчастны или ненасытны? Почему человек идет торговать алкоголем, бытовой химией, никотином и гордится этим? Гордится тем, что он лично принимает участие в геноциде? Таких вопросов можно задавать много, и каждый из вас ежедневно сталкивается с несправедливостью. Сегодня при наличии интернета можно узнать события в мире за несколько минут и увидеть много зла. И вы знаете, что у нас есть аналитическая программа своя, мы этим занимаемся, действительно так и есть. И что, скажете вы, так и есть. Мы к этому привыкли. Нам это показывают с детства в средствах массовой информации, во всех своих проявлениях. И нам неудивительно, что идет война там-то, сотни детей там умирают в голоде, там список фактов настолько обширен, что даже нет смысла его там обсуждать. А не кажется ли вам, что это и есть проблема системы образования? Что человека учат быть пассивным? Вот вопрос, для чего это делают? Для управления. И в конечном итоге рабовладение этим обществом. И с детства человеку внушают, что нельзя ничего изменить, что надо пить спиртное по праздникам и пятницам и встрече с друзьями. Курить, если он нервничает, пить кофе, если утром проснулся, жевать чужих жен и девушек. Так устроена культура, точнее ее так устраивает, так на нее влияют. Человек, обладающий высокой нравственностью, не может быть управляем извне по сути своей. Для того, чтобы сотворить раба из особи, которой Бог дал разум и сознание, надо очень постараться. И по сути дела это и разрушает планы глобальных элит, которые пытаются влиять на общество через систему образования. Для них это и есть гарантия качественного управления. То есть они по своей сути и занимаются контролем именно системы образования, и для них это вотчина их управления. То есть формируя один раз психику, они потом к ней уже не возвращаются. То есть дальше перестроиться человеку очень сложно. И в первую очередь надо эту особь растлить, чтобы ввести ее в Божье попущение. И это важная часть управления. Потому что праведником управлять не получается. Он под защитой вседержителя находится всегда. И во всем, и в своей жизнедеятельности, в принципе. Мы сейчас обсудим три фундаментальных проблемы современной системы образования. Первая из них это клиповость сознания. Либо вы, наверное, слышали такое клиповое мышление. Вот что это такое, как явление? Это процесс отражения множества разнообразных свойств объектов, без учета связи между ними, характеризующихся фрагментарностью информационного потока, а логичностью, полной разнородностью поступающей информации, высокой скоростью переключения между частями, фрагментами информации, отсутствием целостной картины, восприятие окружающего мира. Для чего эта программа внедряется в психику нашему обществу, нашему населению? Она делает из человека вечно взрослого ребенка. Эта информационная перегрузка мозга заставляет человека искать новые процессы. Вы, наверное, слышали, как человек в беседе с вами, допустим, может переключаться с одного фрагмента информационного модуля резко на другой. Вот это означает клиповость сознания, в частности, одно из выражений его. То есть, когда человек не в состоянии, допустим, читать тяжелую книжку, ему хочется почитать в социальную сеть ВКонтакте, полистать, потому что там все мелькает, и мозг его не устает. Слушать там новую музыку, общаться в чате, постоянно бродить по сети, редактировать фотографии, отрывки из фильмов экшн, играть в онлайн-игры с новыми участниками. Это все результат действия в психике клипового сознания. Также это предполагает упрощение, то есть забирает глубину усвоения материала, потому что психика не в состоянии сосредоточиться на каком-то процессе в какое-то продолжительное время. Теряется способность к анализу и выстраиванию длинных логических цепочек. Потребление информации приравнивается к поглощению фастфуда. И в основе гуманитарной культуры лежит достаточно жесткая иерархия понятий и моральных принципов, постигая которые человек учится понимать и воспринимать мир. Клиповая культура, свойственная современному западному человеку, образуется и формируется на основе случая. Совокупность его личности определяется из жизни, из газет, из сведений, добытых по мере необходимости. А вот эту необходимость, эту ценность как раз таки и формируют глобальные элиты, для того чтобы человек был для них предсказуем. То есть они просто подтасовывают факты, эти человеку по жизни. И дальше он уже выбирает из этих фактов, как будто бы он думает, что он свободен и может выбрать гораздо большую информацию, чем ему кажется. Он и принимает какие-то ошибочные решения по жизни. И клиповая культура, свойственная современному западному человеку, она образуется и формируется на основе случая. То есть совокупность его личности определяется из жизни, из газет, из сведений, добытых по мере необходимости. Но экран знаний сам определяет элита, контролирующая средства массовой информации. Журналы, газеты, каталоги, заменяющие литературу, формируют потребности. Это удобство управления объектом. То есть в данную психику можно загружать все, что хочешь абсолютно. Анунаки, монстры, привидения, все что угодно, потому что картина мира в психике не связана. То есть взаимосвязи между процессами, протекающими в мироздании, не существуют. То есть они разрушены. Можешь сделать все, чего угодно. Деньги делают деньги, а по факту деньги делают труд управленческий и физический. Симптомы. Какие у этого явления? Неспособность человека сосредоточиться на каком-то определенном процессе. Трудное понимание объемной информации. Физическая невозможность читать большие тексты. Физическая невозможность читать большие тексты. Это на самом деле большая проблема. Статистика сегодня говорит о том, что человек не в состоянии, какая-то часть процентов не в состоянии прочитать более двух абзацев текста. А если какая-то сложная тяжелая книга, то мозг просто отключается. Он экономит ресурс, потому что он не в состоянии, его не научили учиться, у него нет методологии. Это на самом деле страшная вещь. Сложности с запоминанием информации. Неспособность возвращаться к уже некогда осмысленной информации, анализировать прочитанное и подключать воображение. Не в состоянии не связано говорить, ни писать, ни читать. Речь косноязычна, наводнена словами-паразитами. Рассказывая кому-то о чем-то, с трудом подбирает человек нужные слова, а слушая кого-то, быстро теряет нитры разговора и начинает скучать, зевать. Принципы загрузки этого явления, как клиповость сознания, это через систему образования делается. Через смартфоны, гаджеты, айпады. Там просто происходит зомбирование, гипноз и делают из человека самого настоящего идиота, который живет так, будто окружающий его мир, просто не существует. Он живет в отрыве от жизни этого данного индивида. И в мозг непрерывным потоком круглосуточно поступает всевозможный мусор, который изменяет ваш бортовой компьютер настолько, что человек годится лишь для выполнения самой примитивной, низкоквалифицированной работы. Вот я уже не помню фамилию, какой-то один из каких-то ученых очень интересно говорил, что человек должен также избирательно подходить к информации, на которую он смотрит, читает, выбирает вообще в социальной, виртуальном мире, так же, как он выбирает, что ему кушать. То есть это очень важная вещь. Это такая же пища для ума, которая, в принципе, формирует жизнь человека, жизнь его семьи, жизнь общества, жизнь страны. И, в принципе, будущее светлое, если вот в этом контексте идти, оно будет очень трудно просто к нему дойти. То есть Россию построить с этими дефектами в психике будет очень сложно. Поэтому, ну мы продолжим дальше, мы потом выводы все-таки сделаем. Выводы по клиповости мышления, то есть способность эффективно воспринимать сложные тексты, читать сложную литературу, вскоре станет элитарной привилегией, доступной только особой касте людей. Вы знаете, наверное, да, я уже говорил, мы занимаемся аналитикой, и по сути своей аналитика, это явление вот в средние века, вот немножко может быть там 50 лет назад, 100 лет назад, 200, вот где-то вот в этом историческом промежутке времени. Это было привилегией элит, то есть доступа к аналитике, к методологии анализа, к работе с информацией не имел никто, кроме человека, родившегося в определенной семье. То есть это просто было недоступно населению простому. Мы имеем на выходе просто массовое оттупление, и нам нужно заново учиться читать книги. Да, это будет тяжело, но тем не менее, мы к этому должны в какой-то момент прийти и осознать. Клиповое мышление еще более мощное оружие, поскольку убивает саму потребность в длинных текстах. И вот романисты нашли такой выход, свои длинные тексты они разбивают на маленькие кусочки, которые стараются сделать как можно более независимыми друг от друга, так, что иногда их даже рекомендуют читать необязательно в заданной автором, а в какой-нибудь другой, почти любой, калейдоскопической последовательности. То есть элиты уже подстроились таким образом, что они уже и литературу создают для тех, для той части общества, она громадная, у которой есть три порока. Клиповость, калейдоскопичность мировоззрения и отсутствие информации про управление. То есть процесс управленческий идет своим ходом. Второй дефект системы образования современной – это калейдоскопичность мировоззрения. Мировоззрение и компоненты которого в большинстве своем не связаны друг с другом, в силу чего оно непредсказуемо изменяется под воздействием потока обстоятельств. То есть это субъективные образы объективных явлений, понимаете, да, взаимосвязь, в том числе между процессами, происходящими в мироздании. Мозаичное мировоззрение – это аналог калейдоскопичного мировоззрения, при котором все смысловые единицы, которыми оперирует психика, определенно, взаимно связаны между собой. И эта определенность взаимосвязи может быть как однозначной, так и множественной, статистически упорядоченной, с которой всякий раз выбирается однозначная определенность взаимосвязей, обусловленная конкретными обстоятельствами, реальной жизни, фантазией, намерениями. А есть еще одно мировоззрение – это богоцентричное мировоззрение. Это мир воспринимается как совокупность взаимоложенных систем и процессов, источником и конечным пунктом которых является Творец. Они понимают, что есть некий Божий промысел, и что если они пойдут против него, то вся система мироздания будет препятствовать их действиям. Такие люди – это носители человечного строя психики. На сегодняшний день калейдоскопичное мировоззрение похоже на игрушку «Детский калейдоскоп». Перевернул, вы, наверное, слышали уже не раз, да, об этом говорили все, и Петров, и Зазнобин. Перевернул игрушку, картина мира изменилась. И вот в этой всей мозаичке, имеется в виду, в этом пункте трех – клиповость калейдоскопичности, отсутствие информации про управление. Это такой хороший винегрет, который, по сути дела, человеку не дает возможности ни сконцентрироваться, ни наметить цель, ни определить вообще вектор состояния текущего параметра. Вот по этой причине многие сегодня не понимают, что делает Владимир Путин, да, для них он там, для кого-то он враг, для кого-то он хороший человек, который работает на благо России. Но в целом население для того, чтобы понять работу президента, оно должно от этих трех пороков освободиться. То есть для этого они начнут понимать, что электросостояние среды сегодня вот такое-то. И президент действует по таким-то параметрам, и, по сути дела, по-другому тут действовать, ну, наверное, нельзя. Надо быть хитрым, умным и мудрым. И вся команда Владимира Владимировича показывает сегодня достаточно хороший успех. Ну и третий пункт – это информация про управление. То есть она в системе образования, которая преподается, современной, она просто отсутствует. Вот управление – это информационный обмен между объектом управления, находящимся в некой среде, и управляющим субъектом. Либо при отсутствии локализованного управляющего субъекта – это циркуляция информации по замкнутым контурам самоуправляющейся системе в процессе ее обмена со средой. То есть мы в школе, в институте не сообщаем нашим детям, нашим юношам и девушкам, что есть такая наука как управление. Мы не объясняем, что такое биосфера. Мы не объясняем, по каким законам живет человечество. Мы не объясняем, как это все устроено, как это работает, как работают законы государства. По этой причине у нас человека очень легко сегодня, очень легко им манипулировать через религии, через внедрение различных вирусов информационных прежде всего. Я специально выписал здесь, у нас есть в истории управленцы, в отношении Сталина, я специально выписал цитаты, который был очень сильным управленцем. И в рамках разрешенного ему глобального управления он, конечно, позволял сделать многое. Да и что там говорить, мы все взрослые люди, мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день, наверное, практически все достижения, это достижения времен и команды Иосифа Виссарионовича. Это и инфраструктуры, и дома, и железные дороги, и заводы. В общем, можно просто загибать пальцы и примерно просчитать, когда все это делалось. И, наверное, вопросов по этому моменту их много и не будет. Теперь коснемся того, что мы обсудили. Мы обсудили, что система образования, она несет определенный люфт, который позволяет глобальным элитам формировать у человека три больших проблемы. Это клиповость, калейдоскопичность и отсутствие информации про управление. Значит, образовательный проект «Сфера», он родился из народа. Я в свое время очень долго думал над тем, как привлечь нашу молодежь в проекты саморазвития, самообразования прежде всего, чтобы они начинали понимать, чтобы их замотивировать, что система образования, она меняться ни в России, ни в какой любой другой стране, на ту, которую мы хотим, она не будет. Для этого необходимо было сформировать мотивацию заниматься саморазвитием прежде всего. И мы создали такой проект, который называется «Разбор разведдан». С первых же выпусков мы поняли, что да, мы угадали информацию, людям понравилось, сам анализ событий в том числе понравилось. Люди у нас на сегодняшний день созрели уже к подобной, к подобного рода информации, когда, допустим, мы еще 8 лет назад анализировали состояние среды, она еще была не готова воспринимать эту информацию, потому что, в принципе, люди просто крутили пальцем у виска и говорили, что по Украине подразумевают какие-то такие последствия типа Хазарского каганата. Да нет, да просто не может быть, да нет, войны никакой не будет, но тем не менее, да, вот уже можно было тогда прочитать в сообщениях в прессе, в сообщениях в интернете определенные знаки, символы общения глобальных элит, которые, в принципе, затеяли вот такую вот и войну на Украине, и процессы, которые будут происходить и в России, и в Беларуси, и вообще, собственно говоря, по всему миру. Ну, а теперь перейдем к сфере. Значит, людей мы замотивировали, и можно, собственно говоря, похвастаться, у нас в группе почти около трех тысяч подписчиков. Занимается, правда, конечно, не все три тысячи, но большое количество студентов замотивировано, понимает, что необходимо развиваться, необходимо развивать свою психику. И второй год в сфере, он будет гораздо более интересней. У нас будет присутствовать в качестве основного преподавателя, величка Михаила Викторовича, это кандидат экономических и философских наук, социолог, представитель авторского коллектива, внутреннего предиктора СССР. И Михаил Викторович будет преподавать достаточно общую теорию управления. Он проводит очень интересные встречи, замечательный учитель, достаточно общая теория управления, преподаваемая им, тем более в режиме онлайн. Либо через запись, она будет очень интересна. Вообще, когда рождался образовательный проект СФЕРА, мы мечтали просто о том, что у нас кто-то будет раз в две недели проводить подобное мероприятие. И вот наши, собственно говоря, желания воплотились в жизнь, и мы очень довольны. Второй преподаватель – это Русаков Валентин Борисович. Методологический, концептуальный, интеллектуальный тренажер прозрения, прошу прощения. Это основной предмет в сфере, поскольку важно прежде всего для более эффективной работы аналитики понимать и получить представление о закономерностях и процессах взаимодействия, между которыми формирует мир и все разнообразие явлений в нем. И главная задача образовательного проекта СФЕРА – это формирование у человека целостной картины мира. И Михаил Викторович и Валентин Борисович будут идти по расписанию один раз в две недели. 3 сентября – Валентин Борисович, 10 сентября – Михаил Викторович. 17-го – Валентин Борисович, 24-го – Михаил Викторович. Ну и так через каждые две недели. Принцип, в принципе, понятен. И он у нас изложен в группе. Образовательный проект СФЕРА. Группа есть в ВКонтакте. Подписывайтесь. 3 сентября у нас будет введение. Начало образовательного сезона и каждые две недели читается контрольная лекция по прозрению. Принцип такой же, как и был в прошлом году. У нас есть в документах в группе СФЕРА все нюансы, что надо делать, как надо заниматься, вся литература. Если кому будет интересно, пожалуйста, заходите, пишите мне в личные сообщения, я каждому стараюсь отвечать. Значит, один раз в две недели Валентин Борисович проводит встречу. Эта лекция записывается на видео и выкладывается в группе, ну и на других, на многих каналах, которые у нас есть в нашем распоряжении. В промежутке от лекции до лекции студент самостоятельно занимается. Он изучает тему, которая идет по расписанию интеллектуального тренажера. Он изучает эту тему особым образом с программой FreeMind. То есть он выписывает в эту программу основные ключевые моменты из материала интеллектуального тренажера. Далее перед лекцией он сбрасывает свою FreeMind схему на электронный адрес. Этот адрес электронный, он мой. Для проверки ее преподавателям и для обратной связи. И на следующие выходные он смотрит лекцию, которую читает Валентин Борисович. И в этом году я еще и хотел обратиться к людям, которые уже отзанимались один год в проекте, с просьбой организовать у себя в городах встречи для следующих, для новых студентов. Я могу рассказать, как мы проводили лекции в Донецке. У нас была группа около 12 человек. И поскольку все встречи проходили на выходные, мы не поленились. Мы проехали по школам города и за очень символическую стоимость на полдня, на воскресенье, арендовали класс в этой школе. В этом классе проводилась встреча один раз в две недели, в воскресенье. Мы самостоятельно готовились, изучали материал, всячески добавляли и расширяли его по теме, которая обсуждалась в интеллектуальном тренажере прозрения. Далее каждый, кто хотел выступить по теме, мог это сделать. И очень хороша школа тем, что можно было выйти к доске, что-либо нарисовать, допустим, какую-то схему. И, соответственно, на выходные, когда появлялся видеоматериал, мы его смотрели, сверялись с автором этого интеллектуального тренажера. Правильно мы полили материал, либо там где-то неправильно. И, в общем, в принципе, процесс саморазвития, он шел примерно там. Поэтому мы призываем всех студентов и молодежь, в смысле и новых, и тех, кто уже прошел один год, рассмотреть такие варианты. Это очень важный момент в процессе распространения информации управленческого характера. То есть необходимо развиваться и брать управление в свои руки. Также я, Бутков Сергей Николаевич, готовлюсь проводить лекции два раза в неделю на тему достаточно общая теория управления в жизни, полная функция управления в жизни. Также будем пробовать и преподавать принципы глобального управления. Нагрузка лежит сегодня немаленькая, поэтому я буду записывать лекцию на видео и выкладывать ее в группе «Сфера». То есть у меня в режиме онлайн работать не получится, потому что мы сейчас хотим запустить эти разведданные ежедневно, итоги дня. Наконец-таки мы уже хотим это сделать, потому что информации на сегодняшний день столько, что раз в неделю мы уже не успеваем вложиться в час. Она вся очень важная, и ее необходимо оглашать по причине того, чтобы люди правильно понимали происходящие процессы, которые сегодня происходят в обществе. У нас также идут переговоры и встречи с замечательным автором Ольгой Заблотской. Она проявила интерес к нашей группе. Мы встречались, уже познакомились, и, в принципе, Ольга хочет попреподавать тему русского языка через матрицу Пушкина. Это очень интересная лекция на тему русского языка. Как Пушкин кодировал свои сказки, свои работы, какой смысл он не вкладывал. Вот, допустим, в группе «Сфера» в документах лежит книга «Ультранормальность», которую написал Натан Дубовицкий. И под этим псевдонимом, по мнению некоторых, скрывается Сурков, всем известный. И в книге написана матрица для России, то есть это прогностика, на 2020-е года, на 2022, 2023, 2024 и так далее. Так вот, там очень предельно четко написано, что люди начнут проявлять интерес к русскому языку, к смыслу слов, которые, соприкасаясь с мирозданием, вызывают иногда совсем другие явления, в отличие от того, какой смысл в них закладывает человек. Есть замечательная работа «Чарамутия», которую написал Лукашевич. Мне очень она нравится, и если кому-то интересно, не буду ее пересказывать полностью. Обратите внимание на эту книжку, почитайте. В принципе, Лукашевич раскрыл один из принципов глобального управления через основу языка. Так вот, в книжке «Ультранормальность» сказано, что люди начнут проявлять интерес к русскому языку, к смыслу слов, потому что они поймут, что те образы, которые они посылают в мироздание, не соответствуют образам мироздания. И эти процессы в группе мы также будем исследовать и разбираться. Также на следующий год мы планируем открыть детский лагерь в Крыму с полным погружением в управленческую информацию и в науке. Я признаюсь честно, мы в этом году хотели это сделать, но у нас не получилось по причине того, что мы не успели достроить тут помещение. Какой принцип этого лагеря будет? С 1 июня мы сможем принимать 10-12 детей, совершеннолетних, либо это будут мальчики, либо это будут девочки. По поводу питания, спорта, управленческой информации, то есть это лекции, стоимости проживания, мы все это будем обсуждать. Мы вообще хотели сделать его бесплатно, если честно, но будем смотреть. Скорее всего, это будет какая-то символическая оплата, но если у нас появится ребенок, который действительно заслуживает того, чтобы приехать или очень хочет, мы же не знаем, кого Творец выделит для каких-то процессов, которые он наметил в этой жизни. Поэтому если вдруг у родителей не окажется денег привезти ребенка, который желает приехать к нам на 20 дней и отдохнуть, и позаниматься, и послушать и Валентина Борисовича Русакова, у нас лекции будут с 9 до 4 примерно вот в эти вот 20 дней, то мы, конечно, будем помогать таким детям приехать к нам и пройти наш курс. У нас будут вечером и моря, и горы, и озеро. У нас здесь, в нашем районе, два замечательных озера. Дополнительно мы всю эту информацию сообщим через наши группы. Время у нас еще есть. Также продолжатся в группе «Сфера» вебинары по работе с информацией на следующий год. Это будет Павел Котельников, работа с информацией, методология ее. То есть он очень себя хорошо проявил в предыдущий учебный год. Каждую неделю Павел уверенно по расписанию вел группу, онлайн семинары проводил, и есть результаты. Молодец. Спасибо, Паша, большое. Мы тебя на следующий год ждем. И вообще хотелось бы коснуться образовательного проекта «Сфера» уже, скажем так, подвести итог, что в ближайшие годы мы должны вырасти в настоящий народный институт самообразования и развития. То есть вот общество наше, наш народ, наша молодежь, она должна понять, что необходимо заниматься саморазвитием. Прежде всего, необходимо найти в себе мотивацию для того, чтобы посадить себя за парту и найти в себе силы ежедневно заниматься саморазвитием. Потому что, в принципе, никто эту задачу за человек не выполнит. Поэтому если человек просто, допустим, будет смотреть лекцию, на следующий день он опять будет окунаться в среду и не будет это делать специальным образом, мы этот образ даем, эта фримайн-схема, то информация, она также будет уходить быстро, как и пришла. То есть вот клиповость сознания, она такую возможность предоставляет. Да, клиповость и калейдоскопичность. Игрушечка перевернулась, все уже другая картинка мира, и та информация, которая легла в психику управленчески важная, она также перевернулась, и какие-то фрагменты между собой не соприкасаются. Поэтому человек опять не может связать воедино какую-то нить мышления. Еще раз хочу сказать, что мы вырастаем в настоящий народный институт самообразования и развития. И постепенно информационное поле наполняется управленческим дефицитом, дефицитом управленческих кадров. У нас кадровый голод. И в этом смысле народ России обречен становиться концептуально грамотным, концептуально властными управленцами. Конечно, в хорошем смысле. У нас на это есть две пятилетки, и мы их должны пройти. Я еще раз хочу напомнить ту фразу, которую сказал Чарльз Сноу. России в десятилетия предстояло сделать примерно то же, на что у Англии ушло 200 лет. И мы сделали это. И повторю еще раз фразу Сталин. Задержать темпы – это значит отстать, а отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим. Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. И мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Алексей, я надеюсь, я раскрыл смысл образовательного проекта «Сфера». Я тоже надеюсь, но я думаю, надо наших радиослушателей попытать. Друзья, как вы считаете, Сергей раскрыл цель, мысль, идея, понятие по образовательному проекту «Сфера» или еще нет? Если вы считаете, что нет, то, пожалуйста, будьте любезны, напишите. И мы попробуем это небольшое недоразумение быстро разъяснить и преодолеть. Сергей, что-то еще хочешь добавить? Или мы можем уже переходить к вопросам, к общению? Да, мы подождем вопросов, и я уже могу переходить к сообщениям. Вот я уже смотрю, Владимир из «Маги». Ну, сейчас, не торопись, не торопись. В этом случае тогда я сначала запущу все-таки небольшую отбивочку, чтобы как-то разъединить эти две части в одном эфире, чтобы было понятно. Вот это был доклад, а теперь мы переходим уже к живому общению. Итак, музыкальную паузу делать не буду, просто небольшая отбивочка. Народная славянская радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok